В сегодняшней аудио статьи мы рассмотрим, как размножить петунию черенками весной. Петуния относится к числу многолетних растений, но только в том случае, если вы ухаживаете за ней и в зимний период. В противном же случае растения не радуют нас долгожданным цветением весной. Как раз именно перезимовавшие черенки наиболее активны потом для посадки. Они являются исходным материалом, если вы задались вопросом, как размножить петунию черенками весной. Черенкование это идеальный метод для размножения, если вы знаете, какое растение было материнским, потому что новое молодое растение принимает те же свойства и те же проблемы, которые были у вашего взрослого. Кроме того, черенки, посаженные весной, зацветут намного раньше, чем растения, появившиеся из семян, что не может не радоваться довода при выборе метода размножения. Период, который мы обозначили, это на 2-3 недели раньше, чем посаженные семена. Прежде всего, нужно позаботиться о нашем материнском растении. Если петуния находится у вас в открытом грунте, то нужно обязательно выкопать ее с корневой системой и пересадить на временное местожительство в горшок, чтобы вернуть петунию затем весной на место, и значит провести пересадку с последующей обрезкой черенков. Они нам необходимы для размножения весной. Что еще важно обозначить? С августа мы снижаем количество вносимых ранее удобрений, чтобы растение подготавливалось к холодам и состоянию покоя. Для нарезания черенков отлично подходит со средней части растения. Они наиболее пригодны для прорастания. Нижние черенки в основном огрубевшие и одеревеневшие, поэтому не переносят материал для посадки. А черенки сверхушки еще недостаточно сформированы и в принципе также пусты, так что остановите свой выбор на средней части растения. Длина наших черенков должна быть в среднем 6-8 см. Листочков, а значит и узлов, должно быть тоже определенное количество, около 4 см. Другие же, если имеются больше, нужно обрезать, чтобы черенок был более-менее продуктивным в прорастании. Укореняю черенки для размножения петунии весной, не сразу в почву, а для начала в субматериалы, например, перлит или же песок. Вам нужно взять небольшой ящик, внести туда песок, предварительно продезинфицированный, а потом полить его, чтобы был влажным. В него мы помещаем наши небольшие черенки до нижнего узла. Есть еще один вариант почвенной смеси, на которой черенки отлично приживаются. Это состоящие из нижнего слоя песка, затем смеси дерновой земли и перегноя. Уже через 30 дней после посадки, черенки разовьют свою корневую систему и значительно укрепятся. Ориентируясь на 10-12 см побеги, которые должны у вас появиться, после этого их нужно подрезать немного. Основным правилом по уходу за черенками петунии будет постоянное увлажнение. Если верхушки черенков начнут подсыхать, то высохнет все растение. Поэтому внимательно следите за этим процессом. Как только почва и погода будут пригодны к пересадке петунии в открытый грунт, нужно будет подготавливать черенки непосредственно к такому процессу посадки.